Уважаемые гости, дорогие друзья! Мы от всей души поздравляем вас с открытием 6-й межрегиональной выставки-ярмарки «Мир Арктики», посвященной празднованию Дня Арктики Республики Саха-Якутия. С 19 по 23 марта в Галерее национальных культур прошла 6-я межрегиональная выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства народных промыслов и ремесел «Мир Арктики-2024». Основной организатор – Дом дружбы народов имени Алексея Лисевича Кулаковского при поддержке Министерства по внешним связям и делам народов Севера Республики Саха-Якутия и Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия. Соорганизаторами выставки-ярмарки выступили Национальный центр народного прикладного искусства и художественных промыслов в Семях, Республиканский дом народного творчества и социокультурных технологий. Выставка-ярмарка была проведена с целью пропаганды, популяризации и передачи традиций декоративно-прикладного искусства и народно-художественных промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, историко-культурной среды обитания и традиционного образа жизни. Конечно, очень отрадно, что наши мастера имеют возможность в День Арктики собираться, обменяться опытом, показать, наверное, что они делают, что собираются сделать. Вообще, на самом деле, такого рода мероприятия нужны. Во-первых, чтобы привлечь внимание, опять же, к нашим жителям. Как мы всегда говорим, в первую очередь мы должны понимать, когда все это что-либо здесь делается, это мы должны думать о человеке, который живет в палатке, который живет в суровых климатических условиях в Арктике. И несмотря на такие, наверное, жизненные тяжелые условия, наши мастера, они создают прекрасное. Причем, вот это вот наследие, оно наследие всего человечества. Не только Якутия и России, а всего человечества. А очень надеемся, что с каждым годом участников будет все больше. Всем нам, жителям Арктики, мы достаточно жизнелюбивый, жизнестойкий народ, пожелать всего самого доброго, самое главное, крепкого здоровья и успехов. В рамках выставки прошли конкурсы на лучшую экспозицию, на лучшие произведения народно-художественных промыслов, круглые столы по декоративно-прикладному искусству, мастер-классы от мастеров, брифинг экспертов и членов жюри. Мы хотим показать, что именно северные арктические женщины сохранили свой традиционный уклад жизни, это как кочевой народ. Это эвены, эвенки, долгани, чутки, юкагиры, русские старожилы. Это мы все уже свои традиции сохранили и возвращаемся. И сейчас, когда мы уже как общественные, уже раньше были молодые, сейчас уже мы вошли в статус старейшин, и у нас ответственность еще больше стала. То, что мы знаем, то, что мы умеем, то, что нам передали наши матери, отцы, наше старшее поколение, мы должны передать молодому поколению. Мы сегодня показали о том, что северные арктические женщины, мы не только одеваем и шьем свою одежду, и мы свое здоровье сохраняем. Чем? Это наша пища, это наши лекарства, это наши ягоды, и, конечно, это наша рыба, мясо. И самое главное, это то, что нам дает наш лес, наша река. Поэтому мы, если сохраняем свое здоровье для будущего, это, считай, будут наши у нас потомки. Участников оценивала компетентная жюри. Председателем жюри была Акимова Валентина Семеновна, кандидат исторических наук, член лаборатории одежды КМНС Республики Саха, Якутия, Сиректе, знаток культуры народов Севера Якутии. По итогам выставки жюри выбрало следующих победителей. Гран-при выставки-ярмарки получила Садовникова Христина Ильинична, Среднеколымский район. Мне очень интересно посмотреть настоящий эвенский костюм, образец именно березовских эвенов. Вот этот костюм шила ваша мама. Да, этот костюм шила моя мама Садовникова Христина Ильинична. Ей в этом году исполнилось 70 лет. Это вот ее вся работа. Это только часть коллекции получается, да, но у нее очень много работы. И зимний, и летний вариант. Это костюм женский, костюм, и с этими, как называют, вот головной убор, например. У нас, конечно, головы нету, дэнгэпэн. Дэнгэпэн – это головной убор, на голову завязывается. А некоторые вот носили платки, а некоторые вот так вот. Ну, более-менее зажиточный гонжи. Пальто. Вот видите, вот как мелкая работа, это у нас узоры такие. Это означает, ну, вот, танец, хедя, как танец хедя. Это люди. Люди. Да, и таковча. И таковча. Рак тоже и таковча. Рак мунрукан. Вот это, извините. Это следы, это бы, зайчиков. Вот эти вот узорчики. И, конечно, это костюм девушки, потому что они яркие у нас. Яркий, яркий костюм. Это носили у нас молодые девушки. Вот. И, как видите, у нас, как сказать вам, в костюмах в основном у нас указывается природа. Краски берутся от природы. Именно солнце. Вот весенние света у нас, да, получается. Даже здесь можете посмотреть. Вот это вот все солнечные эти, как говорить. И, а белое, это у нас снег. С защищением снега. То, что они видят, ну, вот, как моя мама рассказывает, то, что они видели вот в природе, да, вот это они как бы фиксировали и в голове у себя думали, как бы отразить их на своем костюме. Вот именно вот от природы все то, что вот краски дают, все краски. И они так и подбирали, они ближе к природе, чтобы сочеталось вот это вот сочетание, чтобы было. Вот. Рэп там рунтэнгэн – это одежда. Ээ, унтэ – это вот тоже все орнаменты совпадают. Вот видите, да, вот что вот здесь вот, рунтэнгэнгэн. А вот это вот из подшейного волоса, вот это вот шит. Ой. Как они красили этим. Ольхой. Подшейный волос красится. И вот шьют вручную. Это вся вручная работа. Даже можно посмотреть так. Мелко шито. Видите? Нет ножа, не видно? Нет, не видно. Вот. Прямо на коже шили? Да. На коже. Рэп там росомаха. Вот мужской костюм у нас полностью идет. Если так внутрь посмотреть, у нас там, вон, рэпкин, бишни. Панталоны, бодли на завязках. Это надо досконально внутри все смотреть. Но у нас падает манекен. Перчатки. Хаир по-венски. И вот это вот тоже у нас. Все обозначения, они как оберег у нас идут. Вот круги. Вот эти вот все круги, это обережные. В детском тоже у нас есть оберег. Вот именно вот на спине у детских. И она как бы снабжается колокольчиками, чтобы слышать, где ребенок бегает. В лесу, в стадах, где дети раньше бегали. Они вот слышали, что ребенок рядом, чтобы не потерять своего ребенка. Вот это вот сзади у меня тоже, видите, да? Это обережный вот оберег от сглаза. Вот впереди тоже. Это тоже от сглаза. Полностью зашит. Полностью зашит. Можно не бояться выходить, так как говорится. Это полностью зашит. Вот сзади и спереди у меня идет. Это тоже. Но это более современный щит. А вот такое вот раньше было. Я вот это вот могу показать, да? Тоже, видите? Обережный тоже. Но тут более стилизованные. Вот на этом. Воротники более стилизованные. А это, которые раньше передавались. Вот тут тоже вот дынгапен. Головной убор. Тоже узорчики. И таковьте вот. Люди, которые танцуют эти лица. Специальной номинацией «Народное признание» была удостоена Абрамова Антонета Игуровна. Кобейский улуз. Третья выставка мира. Участвую. И мне она дает очень много. Например, я со многими этими познакомилась. Мастерами с разных улузов. И они меняют своими опытами. Для олениодов одежда, например, праздничная. Все украшения для оленя. Вот эти из ровдуга на праздник одевают. Вот это все. Зимняя одежда Владимировны шила. Вот это тоже комплект. Вера Владимировна это все шила. Она для праздника шила. Для дочки. Вот это. Она с бисером. А вот тут, вот это уже мужская работа. Вот тоже мужской комплект. Все для праздника оленевода. А вот этот комплект, это его тоже с этого. К этому идет. Для этого. Для оленя. Вот. Ну все вот это праздничное. Вот это называют. Вот семья. Одежда семьи. Вот семьи. Поэтому вот так и сделали. А бывает так, что начинающие молодые мастера подходят к вам, женщины, молодые девушки, спрашивают, советуются. Учите ли вы их? Конечно. Я даю им советы. Они спрашивают, что да как. Как можно, вот, например, как можно вот строчки делать. Как можно вот, например, как будем делать, например, вот так вот эти, да. Все вот эти, они все время спрашивают, как делать каймой, например, из бесера, как рассветки расставлять. Ну вот, типа такой. Все время спрашивают. А я им даю советы и отменяюсь опытом своим всегда. И чтобы они новое, наше поколение, все так же шили наши традиционные эти. Ну, у нас поселок как бы оленеводческий, поэтому все женщины шьют, потому что они работают чум-работницей. Поэтому надо же шить оленеводам своим вот такие теплые одежды. Поэтому, как бы, я могу сказать, что они все мастерицы. Вот. Желаю им удачи. Молодая мастерица, вот у нее почерп, посмотрите какой. И она вот тут. Очень даже красивые орнаменты. Овенские традиционные орнаменты. Вот это все оберег. Вот это все, как бы, наши предки танцуют. Ну, хеджи, да? Паработные хеджи. И тут тоже, как говорится, все украшения женские. И тут, обратите внимание, вон тот, например, здесь снеговые очки. Здесь у венов были тоже такие очки раньше. На ветерах весной они одевали. И вот этот мешочек, вот этого, как сказать, горного барана. Вот этот мешочек, например, горного барана-мошонка. Раньше вот такой мешочек они, например, шили, да, вот наши бабушки. И они своим невесткам, они дарили. Как бы у нас всегда вот такой, чтобы они, много детей у них было. И они сохранили вот тут свои вещи. Специальной номинацией за сохранение традиций была награждена попова Валерия Валерьяновна, молодой мастер из Аннабарского ЛУЗа. Мы в этом году решили внести вот именно вот в эту выставку, да, молодежный, как бы, да, современный молодежный стиль. Хотим вот, как сказать, популяризировать, да, решили. Вот поэтому вот и вторая моя вот, моя подруга, дизайнер Спиридонова Диана Болеславовна. Она именно тоже на современном стиле шьет вот наши долганские узоры. Ну, современный стиль, он все равно, наверное, строго под контролем и с учетом национальных особенностей шьет. Обязательно, да. Мы стараемся все равно придерживаться наших канонов, наших цветов, да, ну, чтобы было видно, что именно вот наша национальная долганская. Все равно каждый мастер, да, по-другому смотрит, ну, по-другому смотрит свою работу, кто по-другому делает, у него свой, как говорится, свой почерк, у каждого человека, который шьет, который творит, мне кажется. Поэтому все равно различается, есть различия все равно, да. Но, в общем, так-то по канонам мы не различаемся. У нас в районе, например, очень много, почти все, мне кажется, да, молодые девушки шьют. Вот сейчас, ну, в последнее время уже пошли на этот, бисером больше шьют, да, вот уже нарядное такое, да. А традиционным, ну, мало, мало. Те, которые, конечно, в стадах, там, да, оленеводы, конечно, вот они традиционно меховую одежду шьют. Вот моя коллекция, семейная коллекция. Так как у меня в семье трое девочек, я в основном шью для девочек одежду. У меня единственный сын, правда, но я пока не успела ему что-то шить. Чисто традиционно долганские, ага, вот. И один, ну, конечно, естественно, мужской есть. Обязательно в наших костюмах должны быть нагрудник, ага, пояс обязательно, да. Ну, в основном не обязательно, но это для, как бы, красоты, да. А так вот, тесто традиционно, все, все есть. В конкурсе на лучшую экспозицию первое место заняла Аксинья Ивановна Эфимова из Средниколымского улуса. Я на выставках участвую уже давно, больше, около 20, ну, больше 10 лет. А во всех выставках стараюсь участвовать. Почему? Потому что я хочу показать свою культуру эвенскую, культуру своего рода. А вот сегодня вот пришла показать домашнюю хозяйственную утварь. Тема у меня сегодня такая. Почему я это выбрала, да, такую тему? Потому что у меня с детства все запомнилось, все, и хотела это в жизнь притворить. И вот, думаю, мое желание исполнилось сегодня. На витрине видно вот чехлы, сумочки, кисетики. Там они мужские бывают и женские бывают, они тем отличаются. Патронтажи. Вот. А узоры? Узоры – это нашего рода, Дон Биткен. Это все я запомнила в детстве. И вот стараюсь продолжать. А в номинации «Традиционный национальный костюм северных народов» не было равных Зое Степановне Садовниковой. Зоя Степановна представила детский традиционный комбинезон из меха снежного барана. В таких выросли почти все дети оленеводов. Шита она из мягкой шкуры, хорошо держит тепло, удобно при движении, имеет специальный крапан для справления естественных нужд. На туалет и вот так одеваем. Это специальный бисер, только один, да, украшение. Это не украшение, это оберег. Зимняя шкура, а эта – зимняя шкура. Это для бурана. Ой, наверное, ветер совсем не продувает. Не продувает, ага. Очень теплая. Отстегивается, чтобы удобно с этого, с бураном, чтобы удобно одеваться. С бураном только, ага. Здесь одна буранка есть. Когда ваш мужчина носит все какие-то, да. Она очень легкая. Носит. Ну, много одежды не надо одевать, если такое есть. В номинации «Современный национальный костюм северных народов» не было равной Агаевой Марии Николаевне из Оленевского улуса. Мария Николаевна представила современный вариант стеганой одежды. Олень и мех имеют уникальные свойства. Он легкий, гигароскопичный, теплый. И оленьи волосы можно смело использовать как набивку для подушек, одеял, спальных мешков, одежды для туризма и охоты. Также были представлены номинации «Женские украшения и аксессуары», «Изделия из меха и кожи», «Хозяйственная бытовая утварь», «Кукла народов севера», «Народная игрушка». Моя работа – это из головной шкурки уток. Эта шапка практически тем, что не мокнет, водостойкая. Вот разные какие, какое наше богатство утки, северные утки здесь, эта шкура. Они между собой сшиты, да? А мездыша форму-то даешь, и некоторые шкурки очень тонкие, мездра очень тонкая, поэтому приходится пришивать, пришивать, пришивать. Вот, например, я 2-3 раза, где тонкие. А вот это шкурка, головная шкурка гагары, а у гагары вода прочная, потому что птица-то большая. Вот, это совсем новая, этого года работа моя. И вот это ровдуга. А внутри это я взяла тонкий мех, собачий мех взяла, чтобы тепло было. И вот очень раньше вот таким материалом и шили все, и воротник шили, и шапки шили, и сумки даже шили, потому что она не мокнет. Вот поэтому. Мария Николаевна, тут очень интересный способ, мне кажется, это стриженые. Стриженные, да. Олени? Олени. Зимние, это шкурка, потому что осеннюю шкуру мы не достаем, и все мы вот это стадо, люди не работают, поэтому я пыжика достать не могу, поэтому я такую, такими этими шерстями постригала. А как техника постригания какая? Постригание сначала длинное, этот шерсть беру большим ножиком, таким тоненьким, вот это, и длинный такой нож, острый должно быть, а потом подровняла ножницы. Вот, очень емкая работа, конечно, вот и неровная иногда получилась. Очень красиво смотрится, совсем необычно. Это мушкой. Это мушкой охотничий или оленеводческий одежда на зиму, а здесь внутри подклад есть, ботина, это, ботинами, ага. Ну, остальное вот это тоже из робдуга, крашеная робдуга украшала, и все сшила руками, вот эти рисунки тоже, и сшита сухожилием и нитками. Нитку делаю я сама. Всего в выставке приняли участие 96 человек. Это 70 мастеров и умельцев из 14 улусов республики, города Якутска, Камчатского края, 13 студентов и 13 преподавателей Якутского художественного училища имени Романова. Межрегиональная выставка «Мир Арктики» за эти годы стала хорошей площадкой для проведения мастер-классов, встреч, демонстрации уникальных работ наших северных мастеров. И с каждым разом повышается уровень мастерства, оригинальность и качество экспонатов. «Мастер-класс-класс» Субтитры создавал DimaTorzok